В комнате что-то по... Сейчас попробую еще в настройках. В настройках глянуть. Камеры, камеры. Нет, не сделаем посветлее. Ну, будем так. Ну, все, друзья. Игорь, приветствую всех, друзья. Я тут уже всех... А так, слова пишешь, да? Ну, все, друзья. 25 июля 2018 года. Среда, 13 часов. То есть, как обычно, у нас в это время традиционный вебинар Skyway. Я его проводить буду сегодня один. Вы заметили уже, что, во-первых, лето. Очень напряженное время. Во-вторых, перемещения очень много. Вот поэтому перед этим я был два раза в дороге. Алексей проводил. Сегодня он не может присутствовать. Я буду проводить этот вебинар, будем считать, крайний уже в этом году. Вот. Потому что 9 дней до Экофеста. Следующая среда уже многие, кто ходят на вебинары, будут в дороге. Я тоже буду уже перемещаться. Алексей будет лететь, потому что мы все ранее в четверг встречаемся уже в Нинске. Вот. Поэтому, друзья, то событие, которому мы фактически год уделяли такое внимание, мы год ждали того, что будет показано, как показано. Соответственно, до этого события осталось 9 дней. Поэтому это крайний у нас вебинар в этом году. Я, друзья, не оговорился и не случайно говорю, что в этом году. Потому что фактически у нас сейчас отчет и взаимодействие с инвесторами идет от Экофеста к Экофесту. Это в таком ключе уже третий значимый Экофест. То есть это третий отчет о проделанной работе. И фактически с каждого Экофеста начинается новый отчетный год. Вот. У кого-то в бухгалтерской идет это с 1 апреля, когда сдается отчетность. У кого-то идет по разным религиям, по разным. У кого летом, у кого зимой. Кто живет по нашему календарю с 1 января. Ну, а мы, друзья, с вами в Скайвее живем от Экофеста к Экофесту. Соответственно, мы с вами сейчас можем уже четко констатировать, что еще один год пройден. Мы с вами переходим в следующий этап. Каждый этап, скажем так, наполнен и показывает свои события. Каждый год определяется своими целями и задачами. И, соответственно, друзья, по результатам КАФеста, то есть я специально сейчас не буду очень много рассказывать и там говорить о том, что и как сделано. Надо сначала увидеть своими глазами. Вот мы с вами увидим все технические новинки, которые сделаны КАБ и, соответственно, производством. Мы с вами повстречаемся с основными и конструкторами, и теми, кто сегодня ведет производство. Мы с вами услышим от генерального конструктора и автора проекта, инженера Юницкого, соответственно, и отчет о том, что проделано за это время, и состояние, на котором мы находимся на данном этапе, и услышим планы, которые нас ожидают на ближайшее время именно в проекте Скайвей на ближайший отчетный год. Это очень важное событие для нас, как участников проекта, как партнеров, как акционеров, которые именно вошли в проект на самой ранней рискованной стадии, бенчурной стадии. Очень важно увидеть, что за это время создано, какие планы, соответственно, были реализованы, какие цели и задачи ставили и к каким задачам мы сегодня подошли. Это очень важный момент и для конструкторского бюро, для инженера Юницкого, который 4,5, почти 5 лет назад позвал большинству из нас новый проект, новую постановку именно развития Скайвея и что за это время реализовано, какие цели поставлены, какие достигнуты, что у нас в перспективе. Это тоже очень важный момент. Третий момент, очень важный, это уже начало построения бизнеса. То есть сегодня можно четко говорить, что благодаря слаженной работе именно нас, как сообщества Скайвея, мы построили технологию, мы сделали уже первые и демонстрационные образцы и уже подготовили мелкосерийное производство для того, чтобы можно было делать уже первые опытные адресные проекты. Соответственно, также будет очень важно, какие это будут проекты, где они будут выпускаться, на каких условиях туда будут входить и новые акционеры и новые партнеры. Все это, друзья, как раз то, что уже ожидает нас на Экофесте и сразу после Экофеста. Мы много, друзья, с вами говорили и сегодня нет уже, наверное, смысла за чуть больше недели обсуждать, что мы увидим, охать, ахать и говорить о том, что как это здорово, что мы создали. Сегодня, друзья, мы многократно это подчеркивали, мы многократно говорили, что самое главное, мы создали сообщество Скайвея. Это сотни тысяч, то есть сегодня по разным оценкам мы даже не можем сейчас точно посчитать, сколько конкретно и через различные фонды инвестиционные, которые привлекают партнеров, через различные структуры, которые сегодня настроены на то, чтобы люди входили в проект, сколько привлечено. То есть по регистрациям сегодня в личных кабинетах, мы уже говорили цифру, далеко больше 300 тысяч человек, а зарегистрированных, которые получают информацию, это более миллиона человек. Это, друзья, сообщество, которое... Так, а у нас, у нас, у нас ВКонтакте завис, ВКонтакте завис. Вот здесь, друзья, не могу пока ничего сказать. Сразу, кто смотрел или смотрит трансляцию через ВКонтакте, приношу извинения, почему-то он висит. Почему-то он висит. Так, ну ладно, друзья, в Перископе трансляция идет, в Комнате трансляция идет, ВКонтакте почему-то трансляции нет. Висит либо у меня компьютер, либо за весь ВКонтакт. Ну, здесь, друзья, скажем так, издержки нашего младшего брата интернета, здесь мы уже ничего поделать не можем. Вот так вот, друзья, ну давайте я потом дам время для вопросов и в Перископе, и в чатах, чтобы поотвечать, потому что сейчас сначала все-таки проведем в традиционной форме. Вот, поэтому, друзья, мы довольно-таки серьезное сегодня сообщество, уже узнаваемое сообщество, которое живет по определенной идеологии, по определенным постановкам целей и задачи. То есть мы с вами все-таки, друзья, те, кто представление большинства скептиков, которые общались с нами и противостояли, либо наблюдали за проектом, начиная с 2014 года, мы отличаемся от этих людей. Мы то сообщество, которое взяло на себя ответственность, которое поверило команде, которую собрал Юницкий, которая смогла мобилизовать определенные и средства финансовые, и организационные, и информационные. И мы, друзья, уже можем сегодня говорить, что технология создана и она демонстрируется. Не так много проектов, не так много сообществ, не так много технологических идей, которые могут представить такой актив. Мы, друзья, точно можем сказать, что такая цель была поставлена и мы ее реализовали. Мы собрали сообщество, мы смогли мобилизовать определенные средства и мы построили то, что сегодня является доказательной базой для дальнейшего развития технологий. И сегодня уже идут переговоры на самых различных уровнях с разными абсолютно и структурами. Потому что мы с вами, как сообщество, создали технологию и, соответственно, у Юницкого сегодня есть возможность показывать и говорить, что сделано. Конечно, друзья, это первые шаги, это первая технология, первого уровня, она будет дальше и дальше развиваться. Конечно, то, что будет дальше, пока продемонстрировано заказчику и будет запускаться в адресных проектах, зачастую будет радикально отличаться от того, что построено сегодня. В эко-технопарке Подмариной горки, но, друзья, это первые шаги, которые необходимо было сделать для того, чтобы технология пошла. И сегодня каждый из вас, который приедет на Экофест, который будет смотреть ее трансляции, который будет потом смотреть репортажи, но который является участником проекта, каждый из вас может четко для себя сказать и глянем в глаза любому человеку, что, друзья, я участвовал в создании этой технологии и в запуске ее. И мы, друзья, все участники этого процесса и, соответственно, каждый из вас может вполне этим и гордиться, потому что, друзья, технологию, которую мы с вами создали и запустили, ту, которую Юницкий продекларировал и позвал нас в этот проект. Кого-то 20 лет назад, кого-то 10 лет назад, кого-то 5 лет назад, а кто-то зашел 4 года назад или 2 года назад, друзья, это абсолютно неважно, на каком этапе вы входили. Мы все, друзья, можем себя четко называть создателями технологий. Мы сопричастны, мы соработники. Естественно, что ключевая роль инженера Юницкого как автора концепта, как руководителя основного коллектива проектировщиков, как тот, кто создает сегодня бизнес Skyway, она, конечно, друзья, колоссальна. Та нагрузка, которую сегодня он как генеральный конструктор, как человек, который ведет этот проект, она просто колоссальна. И в этом плане, друзья, я немного знаю людей в этом мире, которые могли бы выдержать такую физическую нагрузку, психологическую нагрузку, нагрузку как инженера, который разработывает решения. Поэтому, друзья, будем все желать ему сил, здоровья для того, чтобы он и дальше развивал, и дальше у него была такая же работоспособность, как мы видели, потому что развитие проекта от этого зависит очень сильно. И с учетом тех перемещений, которые сегодня он делает, с учетом тех концептов и нагрузок, которые сегодня есть, друзья, я могу сказать, что от нас тоже, как от сообщества, зависит от того, как он дальше будет работать и развиваться. Поэтому, друзья, и сейчас, и на Экофесте будем надеяться, что Владимир Дуарович будет в полном здравии, что он будет полон сил и дальнейших надежд на работу. Я просто могу сказать, что буквально две недели тут, потом неделю еще приезжали делегации уже высокопоставленных арабских структур, задача которых была просто увидеть, что действительно, что говорилось в Арабских Эмиратах, технологии существуют, производство существует. Конструкторское бюро работает, и все, что декларируется и показывается сегодня в рекламных материалах, все это существует. Эта цель достигнута, увидели, даже больше увидели, чем реально показывалось, уехали абсолютно довольными. И один из ключевых вопросов, которые они задавали, это господин Юницкий, а где вы черпаете силы для того, чтобы работать и для того, чтобы делать вот такие замечательные вещи. Поэтому здесь, друзья, могу сказать, что, конечно, когда реализуется мечта жизни, когда видишь то, к чему шел всю свою жизнь сегодня, воплощается, делается и сотни тысяч, уже можно сказать миллионы людей верят в эту идею и продвигают эту идею. Конечно, друзья, это дорогого стоит. И для Юницкого на его, в общем-то, очень непреклонный возраст, я считаю, что он еще в самом расцвете молодых сил. Соответственно, это дает неимоверную и энергию, и неимоверную уверенность в том, что мы будем двигаться дальше. Поэтому, друзья, на следующий наш уже отчетный год, уже при подготовке к четвертому экофесту, мы будем уже все заточены и все реально ожидать это. И запуск и развитие уже конкретных адресных проектов. О каких-то проектах мы с вами уже очень много говорили и делали. В этом направлении работает и наша команда фонда Skyway Capital, которая сегодня инициирует и запускает десятки и десятки проектов. В этом направлении я очень точно знаю работы команды Андрея Ховратова с Виге, которая точно так же сегодня во многих уголках мира и зачастую даже, ну, я не могу сказать, друзья, зависть берет, потому что мы тоже всей нашей командой перемещаемся, друзья, в таком темпе и с такими, скажем так, интервалами. Столько, сколько я наездил за вот эти два года, проводя конференции, встречи, презентации, работу с инвесторами, я не ездил, наверное, столько, даже когда работал в Минфине России и практически каждую неделю летал в какой-нибудь из регионов России или там СНГ, если была работа, то, конечно, интенсивность работы в Skyway, в команде Skyway Capital, она, конечно, на порядок выше. В этом плане, когда я смотрю отчеты, информационное поле, друзья, очень серьезно пересекается, я смотрю, как команда с Вига сегодня также делает презентации во всех частях мира, когда основной костяк команды, которые работают с Виги, они сегодня с такой интенсивностью перемещаются по миру и, друзья, накладывая это на потенциал, который вместе сегодня есть у всех фактически энтузиастов, кто работает, конечно, потенциал огромный. И сегодня при запуске и старте адресных проектов я могу сказать, что как только система, которая будет упаковывать и запускать эти проекты, отладится и начнет серьезно уже быть готова к тому, чтобы эти адресные проекты инициировались, а это, друзья, считанные месяцы, это до конца этого года, эта система будет 100% отлажена. Вот это, соответственно, мы с вами будем наблюдать огромное количество возникновения проектов абсолютно, я бы даже сказал, в неожиданных местах по всему миру. То есть мы вам рассказывали и давали репортажи, мы с Алексеем тут две недели назад работали в Сен-Бернарне, Дина. Вот, соответственно, это интереснейшее направление, связанное с туристическим и с фитнес-направлением Европы, именно с использованием технологии Skyway. Соответственно, неожиданно сразу же, как только пошла информация, у нас возник очень интересный проект в историческом месте, это в сердце Мальтийского ордена на Мальте. Также они сейчас хотят рассмотреть адресный проект и заказать небольшую легкую прогулочную туристическую трассу. Для Мальты это, друзья, вот то, что возникает сейчас прямо уже на наших глазах, не говоря про те проекты, которые прорабатываются, которые идут, которые уже очень серьезно продвинулись, там, это и в Австралии, и в Индии, и в Индонезии. Тут много задавалось вопросов сейчас про какие-то проблемы или скандалы. Ну, друзья, я могу сказать, что доброжелательного проекта много, поэтому будут возникать и скандалы, и всевозможные, скажем так. Так, жалко, что у нас контакт не работает. Ну, ладно, поэтому, друзья, следующий год, год SkyWay, то, что будет происходить, вы увидите очень много и очень таких положительных новостей, которые будут заряжать и вдохновлять на проект развития SkyWay. К сожалению, но здесь, друзья, мы не можем абсолютно ничего, соответственно, повлиять и сделать. Будет очень большая работа недоброжелателей, то есть будет и много порочащих, и лично Юницкого, и всю команду, и сам проект. Это, друзья, сопутствующая вещь любого такого проекта, наверное, вы уже к этому и привыкли, и видели всевозможное развитие. Поэтому, друзья, все, что можно будет, будем комментировать, будет, соответственно, определенная позиция и участников процесса, и лично самого Юницкого. Поэтому, друзья, здесь давайте смотреть на это спокойно, развивать дальше проект и, соответственно, готовиться к запуску проектов, которые, соответственно, сейчас подходят. Поэтому от себя могу сказать, что я с большим нетерпением жду, потому что здесь была определенная интрига, и Юницкий не показал нам предварительно ни испытания, не, соответственно, уже работу это дронов, то есть идеологии дронов, не летающий кран, который работает уже в единой информационной системе, которая является частью элементов создания технологии. Вот, соответственно, у нас на нашей планерке Skyway Capital, когда мы определенные вопросы обсуждали, сказал, что мы увидим уникальных дронов, которые могут даже летать кверх ногами и стричь газон, соответственно, проводя монтаж, ну, которые там элементы монтажа. Поэтому, естественно, что очень хочется это увидеть, тем более, что идеология, идеология это возникла как бы там параллельно, когда мы разрабатывали платформу блокчейна и управление дронов на блокчейне, стали обсуждать технологию, то возникла именно целая технологическая цепочка, которая позволила сегодня создать таких дронов. И, естественно, Юницкий, как инженер, нашел очень быстро команду, которая, соответственно, смогла это реализовать. И сегодня это уже в активной работе. Вот, поэтому еще очень много элементов, которые именно не показаны не потому, что это было тайно, а потому, что она готова и к запуску, и к демонстрации только с датой проведения Экофеста. Поэтому очень многие вещи, которые мы с вами увидим и для нас, как команда Капитала, и вообще для всех акционеров, будут впервые. И, соответственно, друзья, мы с вами на вебинарах, которые будут уже идти в следующем отчетном году, мы это все с вами обсудим, прокомментируем, сделаем определенные и выводы, и, соответственно, планы на будущее. Это, друзья, работа уже будет после Экофеста. Сразу могу сказать, что и наша команда Капитала, и основная команда уже конструкторского бюро, хоть и некогда в таком темпе расслабляться, но все-таки, друзья, человеческие силы не беспредельны. Там неделю-две будет такая все-таки пауза и информационная, и с точки зрения интенсивности работы, потому что следующим очень важным этапом и следующим уже отчетным периодом работы инженерной школы Юницкого, это будет уже инотранс в Берлине, который будет проходить 20 сентября, это, друзья, уже следующий этап, следующий уровень демонстрации технологии. И если Экофест – это наш с вами праздник, это наша с вами работа, как инвесторов, которые пришли и запустили этот процесс развития технологии Skyway, то инотранс – это уже серьезные заявки в мире транспорта, инновации в сфере транспорта, которые показывает инженерная школа и Юницкий, как автор концепта именно струнных систем перемещения и грузов, и, соответственно, сейчас уже концепт скоростного движения. И прошлый инотранс, тот, кто помнит или кто участвовал в нем, сделал, что когда в сентябре 2016 года были показаны первый Юнибайк и Юнибус, это демонстрация концепта струнного транспорта, который приходит на замену сегодня и автомобильного, и железнодорожного транспорта, и это была демонстрация машин нового поколения, которые входят в логику мобильности 4.0. Это были показаны транспортные фактически андроиды или аккаунты, как мы их называем, это роботы, которые могут перемещаться в автоматическом режиме на втором уровне и решать те задачи, которые сегодня не в состоянии решить, не автомобильные, соответственно, промышленность, не автомобили, то есть беспилотное, безопасное перемещение, экологию не, тем более железная дорога и авиация. Поэтому был заявлен и была продемонстрирована сама технология. Сразу после инотранса в ноябре, как вы помните, 29 ноября начались ходовые испытания, сначала юнибайка, потом юнибуса, и сегодня кинотранс 2018 года, он проходит раз в два года, и там участвуют более 4 тысяч транспортных и инновационных компаний, которые представляют новинки в различных отраслях и направлениях транспорта. Соответственно, в этом году юницкий как конструктор, как автор направления, показывает уже рельсовый автомобиль, показывает уже новый юнилёт, расчётная скорость которого 500-600 км в час. Это, друзья, абсолютно новая заявка в сфере движения, потому что эти скорости доступны сегодня только авиации, но эти птеродактильные цивилизации, которые сжигают в стратосфере, то есть в самых незащищённых слоях атмосферы, миллионы тонн сегодня нефтепродуктов, и то, что потом возвращается просто страшной экологической катастрофой. Поэтому мы все сегодня понимаем, кто задумывается над будущей экологией, над будущей планетой, что какой вред приносит авиация, но замена скоростей, которыми мы сегодня пользуемся, альтернативой имени. Поэтому сегодня 10-12 литров керосина на 100 км на одного пассажира – это то, что сегодня нас обеспечивает авиация. Мы вынуждены терпеть, сжигать это всё, но платим мы за это своим здоровьем, экологией, здоровьем своих детей, потому что это, друзья, та катастрофа, которая приближается к нам постепенно, потому что природа выдержать такой нагрузки долго не сможет. Поэтому вопрос о том, замене он всегда стоит. Сегодня как альтернатива развивается скоростная железная дорога, но если в пересчёте на эквивалент топливный, она также не может снизиться ниже 10, максимум 8 литров в топливном эквиваленте на одного пассажира на 100 км. То есть не только там идёт сжигание топлива, потом потери при передаче электроэнергии, потом сами электродвигатели, которые являются с низким, соответственно, КПД, всё это приводит к тому, что сегодня железная дорога выполняет совсем другую роль, чем ей предполагалось. Если предполагалось, что это будет замена авиации с точки зрения безопасности и альтернативы экологии, то сегодня она выполняет на себя роль разгрузки интенсивности авиационного движения, потому что Европа, да и уже фактически Северная Америка, сейчас уже основные города Латинской Америки, они настолько в интенсивном режиме работают в авиаснабжении, что увеличивать интенсивность уже просто невозможно. Ну и, соответственно, сегодня все крупные авиаузлы превратились просто в центры экологической катастрофы, потому что сегодня вот такие крупные аэропорты, как, допустим, Франкфурт, Вена, узел в Стамбуле, такие крупные аэропорты, Лондонский аэропорт, Париж, крупный узел, они все работают в логике взлёт-посадка уже меньше 10 секунд. Друзья, представляете, каждые 10 секунд происходит взлёт-посадка самолёта на форсаже с огромным количеством выброса топлива. Соответственно, то, что всё это выбрасывается вокруг этих аэропортов, они превращаются просто в зону экологического действия. Сейчас пытаются проводить декультивацию, то есть, соответственно, убирать эти последствия, но это всё, друзья, просто отложенная проблема. И самолёты сегодня с даже снижающейся нагрузкой, то есть с сжиганием топлива, с шумами, которые дают, это всё равно, друзья, та машина, которая осталась в прошлом тысячелетии. И эти вопросы все оставались несколько за, скажем так, пределами обсуждения, потому что альтернативы не было. Точно так же, друзья, как нет, не было альтернативы автомобильному транспорту. Сегодня нашу цивилизацию представить без автомобиля невозможно. И несмотря на то, что это просто страшная машина, это реально то, что сегодня человечество ведёт войну с машинами, которые она создала и которыми пользуются, потому что на автомобильных дорогах гибнет полтора миллиона пассажиров, людей в год, и более 15 миллионов становятся инвалидами. То есть представьте, что такой город, как Москва, каждый год рождает инвалидов. Соответственно, не знаю, такой город, как Новосибирск, полностью вымирает каждый год. Соответственно, это плата за пользование автомобилей. Но, друзья, так как нет ему замены, так как сегодня мы построили такую цивилизацию, которая не может даже не то, что развиваться, а не может существовать без автомобиля, то, соответственно, приходится с этим мириться. Всё это было до тех пор, пока не появился Skyway, до тех пор, пока не пришёл новый электромобиль нового уровня, нового поколения. Это наши юнибайки, юнибусы, юникары, юнилеты. Это всё, что вы увидите на Экофесте, который даёт совсем другие параметры. Другие параметры строительства и эксплуатации по затратам. Другие параметры по экологии. То есть это то, что сегодня можно утверждать, что Skyway при своей эксплуатации, при оказании транспортной услуги, не только транспорта, но и передачи энергии, информации при перевозке грузов, пассажиров, соответственно, может не только... Он не только потребляет энергию, а наоборот, он ещё её и вырабатывает экологически чистую, восстанавливаемую, ту энергию, которая сегодня не вредит нашей экосфере, не вредит нашей сегодня сфере обитания. Это трудно представить с точки зрения сегодняшнего подхода к транспортной системе. И когда мы говорим, что Skyway сегодня не просто это декларирует, а он это уже демонстрирует, и это всё в испытаниях и уже в подготовке к опытным проектам, то, соответственно, это вызывает очень сегодня, ну, скажем так, удивление, недоумение. И, соответственно, друзья, это то, что сегодня говорит о том, что новая технологическая эра, как мы это называем, эра шестого технологического уклада, она уже подошла. Мы её сегодня с вами видим своими глазами, мы участвуем в её создании, и я очень надеюсь, что в этом году уже увидим плоды первых проектов, которые начнут уже реализовываться с запуском технологий. Поэтому, друзья, здесь можно подходить и очень много рассуждать, очень много строить прожектов. очень много сейчас идёт сравнений прожектов, то есть технологий, которые ещё не реализуемы, не находятся в стадии испытания и сертификации. Поэтому, друзья, как мы уже говорили, ещё год назад Skyway вышел из этой стадии, потому что технологию можно увидеть, технологию можно изучить, технология проходит испытания и сертификации. Соответственно, все связанные с этим процессы, они абсолютно идут в технологических регламентах, которые необходимы для того, чтобы технология была разрешена для строительства в любом регионе, в любой, соответственно, точке мира. И сегодня скептики, которые в основном выходят в проект или пытаются противодействовать проекту, они больше сосредотачиваются на организационной схеме, о том, как будет выстроен бизнес, о том, как будут создаваться компании, о том, как будут, соответственно, учитывать интересы партнёров и акционеров, которые пришли на венчурной стадии. Но это, друзья, абсолютно новый этап развития, и он имеет совсем другие ответы, чем те, которые в основном задавали нам в этом году, в прошлом году, потому что все основные вопросы были вокруг того, порвётся, не порвётся, сдуют, не сдуют, выдержит опора, не выдержит опора, поедет, не поедет. На сегодняшний вопрос все технологические аспекты, связанные с, все связанные с, именно с развитие технологий, они решены. Но это не значит, что все вопросы, связанные с венчурностью проекта, они решены. Венчурность от этого не ушла, к сожалению, потому что лично для меня, для Юницкого, для основных инженеров, которые пришли в проект, для них технологические проблемы не стояли. Они были отвечены ещё там 10-20 лет назад, 5 лет назад. А вот вопрос дальнейшего развития, вопрос реальной конкуренции, которая сейчас начинается, это, друзья, конечно, другого плана вопросы, и они имеют другого плана ответа. Так, звук пропал в перископе. Сейчас, секундочку, понятно. Нет. Так, не появился звук в перископе, да? Ну, видите, друзья, тут технологически то контакт зависает, то перископ. Это, друзья, когда у меня стоит два компьютера, плюс... Так, а что мы сейчас можем делать? Останавливать консляцию. Так. Сейчас должна быть другая консляция, потому что перископ всё-таки очень-очень просит, чтобы он шёл, я давно от него... Так, про Вьетнам поговорим, так, Вячеслав. Ну, давайте сейчас уже, скажем так, основные вещи перед встречей на Экофесте, то есть я думаю, что многих из вас я увижу, мы с вами обязательно обменяемся эмоциями, будет возможность сфотографироваться, наметить или там во всяком случае сказать, когда мы будем встречаться в следующий раз. Вот, поэтому давайте вопросы так, про Вьетнам Вячеслав спрашивает. Нет, звук и камера... Ну, вроде сейчас вот настроил, сейчас вроде перископ... Так, Андрей предупреждает сразу, тролли не дёргайтесь, Андрей на посту, поэтому ни один тролль в эфир не прорвётся. Правильно, с Андреем мы отработали уже очень интересную логику взаимодействия, большое спасибо за... Так, Эко-дом, Эко-дом строится, вот, и что-то, наверное, на Эко-фесте вы даже увидите. Так, про Вьетнам. Да, Вьетнаме сейчас идёт очень такая большая, серьёзная работа, скорее всего, прям, ещё, наверное, даже до инотранса целая команда Skyway полетит во Вьетнам, во всяком случае, Франтишек Солар, который ведёт эту работу, это наш лидер, директор капитала капитала и, видим, по Чехии и Словакии. Меня очень зовут там на конференцию, вот, не знаю, там посмотрим по интенсивности. Вот, мы там будем проводить большую конференцию, встречу с высокопоставленными чиновниками и обсуждение уже ряда адресных проектов с применением технологии Skyway на территории Вьетнама. Там будет ряд проектов, которые могут использовать уже сегодняшнюю технологию, то, что уже готово к эксплуатации. И, конечно, самый основной проект, который интересует Вьетнам, это Ханой Хошимин, ну, Сайгон сейчас Хошимин, это трасса через весь Вьетнам, которая, по оценкам специалистов уже самого Минтранса Вьетнама, даст новый толчок для развития страны. Поэтому, соответственно, эта работа будет запущена, первые конференции в Вьетнаме уже проведены, интерес к технологии есть большой. Ну, в общем-то, друзья, как и везде. Я не могу вам сказать что-то новое, что сказать, нет сегодня ни одного региона в мире, или я не встречался сегодня представителем ни одного правительства, ни одного государства в мире, которому был бы Skyway сегодня не интересен. Другое дело, что возникает много вопросов, связанных уже с развитием проекта, с надежностью проекта, с эксплуатацией, но это, друзья, все вопросы, которые отвечаются, на которые находятся ответы, по мере развития и компаний, и технологии, и опыта эксплуатации. Все, друзья, будет в свое время, так же, как мы в свое время говорили, что будут опытные образцы, будут испытания, будут сертификаты, точно так же сейчас можно сказать, что будет и все остальное. Но, друзья, со временем не все сразу. Как я уже говорил, и мы повторяем, друзья, не раз, и чтобы вы тоже не вводили людей в заблуждение, что сейчас при демонстрации на экофесте, а потом на инотрансе новых машин, новой концепции, заканчивается венчурный и начинается инвестиционная стадия проекта. Нет, друзья, к сожалению, венчурность проекта сохраняется, и венчурность заключается не только в том, что существуют технологии или нет. Сегодня для большинства специалистов во всем мире ответ на эти вопросы уже есть, что да, технологии есть, и это самый прогрессивный, это самый идеальный, как я уже говорил, не раз, идеальный вид транспорта. Он убирает все недостатки, которые сегодня есть у железной дороги и у автомобильной, соответственно, направления, и у авиации, и дает абсолютно новую концептуальную форму движения, которая, я уже говорил, не только потребляет, а еще и вырабатывает электроэнергию, которая сегодня еще облагораживает и культивирует землю, которая находится вокруг, трасс, которая сегодня безопасно и экологично связывает различные пункты и может эксплуатироваться в любых климатических условиях, начиная от жары, пустыни и кончая морозами и вечной мерзлотой. Все это, друзья, технические вопросы и технические ответы. Но возникает следующий момент, вы заметили, что за последние полгода информационный резко изменился фон, связанный так, правда, что тебе предлагали прилететь, а ты отказался. Слав, я не понял, про что ты спрашиваешь, если про Вьетнам, то нет, звук и камера повернулась. так, 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 вот, и сегодня информационный фон, который сейчас идет, связан это только с тем, что сейчас идут уже реальные бизнес-процессы и в бизнес-процессе есть уже реальные конкуренты, которые претендуют на те же исполнения заказов, на те же решения с помощью других технологий тех или иных задач, на привлечение того или иного рынка и инвестиций, куда сегодня входит, друзья, это начинает вопрос уже такой серьезной конкуренции и здесь Юницкий к этому подходит очень аккуратно и осторожно, поэтому все, что он считает нужным с точки зрения бизнеса, который строится, а это в основном уже такой крупный и с точки зрения инвестиций, с точки зрения политики бизнеса, соответственно, доведение информации. То, что связано с небольшими опытными и проектами такие как Швейцария, там на Мальте, там еще ряд проектов, которые идут, мы о них будем говорить более подробно, но всегда, друзья, с оговоркой, что пойдет этот проект или двинется он дальше, или не двинется, зависит от очень большого количества факторов и сможем ли мы их преодолеть и запустить этот проект или не сможем на сегодня сказать невозможно. Поэтому вот мы освещаем вот этот проект Швейцарии, к которому мы идем сейчас так очень и очень хорошо и мэр вот этого Сен-Бердамина готов приехать на Экофест, посмотреть все своими глазами и, соответственно, даже там намечались определенные соглашения, но сейчас все это находится в стадии именно проработки для того, чтобы состыковать и трясти все нюансы, которые идут у каждого проекта. Поэтому это хоть и небольшой проект, но, как вы понимаете, первый и огромное количество нюансов, которые необходимо сейчас решать. И так, друзья, будет при каждом проекте. Естественно, что первый, второй, третий проект, они будут идти очень тяжело, они будут идти с преодоления огромного количества вопросов, которые надо решать, потому что это все первое. Дальше с каждым следующим проектом система будет все больше и больше откатываться, набирать обороты, и я надеюсь, что будет то время, когда будут запускаться даже не просто проект каждый день, а десятки проектов во всем мире каждый день. Естественно, друзья, что это будет не в один день и может быть даже не в один год, но это время обязательно подойдет, когда будет уже работать на полную мощность производства и масштабируемость производства, на полную мощность будет работать проектные организации, которые могут проектировать в любой точке мира и, соответственно, изготавливаться и подвижной состав, Это наша путевая структура для того, чтобы строиться. Естественно, что будет развиваться еще одно целое серьезнейшее направление, это уже текущая эксплуатация и ремонт, это то, что сопутствует каждой технологической отрасли. Поэтому, друзья, мы с вами сейчас стоим у истоков запуска целого отраслевого направления, целой отрасли. Поэтому, друзья, очень много нюансов, которые есть, будут, но все они будут решаться по мере постановки, на все их решения сегодня есть концептуальные ответы и по мере того, как встает актуальность того или другого вопроса, соответственно, он находит ответы. Так, давайте тогда сейчас можно будет, пишите вопросы, я буду отвечать. Так, почему КБ забрало криптонаправление? Ну, потому что посчитало, что этим должен заниматься внутри КБ и, соответственно, они сами стали разрабатывать и криптоплатформу, и криптонаправление, связанное с блокчей. Правильно это или неправильно, покажет время и, соответственно, давайте дождемся результатов, тогда можно будет говорить, получился из этого результата или получилось. Мы, соответственно, думаем и смотрим, как дальше сегодня применять криптоплатформу и направление для запуска адресных проектов. Но, друзья, в следующем уже начетном году, то есть начиная с сентября, очень серьезные изменения произойдут уже и в работе Фонда Капитала, и в работе Фонда Свига, и взаимодействия с головной компанией. Но это, друзья, вы все увидите по мере развития проекта и по мере того, как эти изменения будут подходить и насколько они будут востребованы необходимы, мы будем с вами делиться. Ну и, соответственно, как с партнерами обсуждать и думать, как двигаться дальше и как это делать наиболее, ну, скажем так, значимым и привлекательным для инвесторов, которые вошли на самые ранние стадии, которые входят сегодня, для тех, которые будут входить завтра. Это абсолютно разные категории инвесторов, поэтому все будет, ну, соответственно, все будет в свое время, в свое развитие. Делегация из Австралии по грузовой трассе была или нет? Не могу сказать сейчас по делегации из Австралии. Официальных репортажей я пока не видел, вот, поэтому здесь в комментарии что-либо сказать по делегации из Австралии не могу. Почему приоритет из Индии ушел в сторону Арабских Эмиратов? Ну, я думаю, что об этом вам расскажет сам Юницкий на Экофесте, вот, то есть на сегодняшний момент Юницким принято решение, что Эмираты это более перспективное и более с точки зрения практического запуска проекта наиболее, такая, реализуемое направление, поэтому он на нем наиболее сконцентрировался и считает, что это наиболее подходящая именно точка приложения всех сил. Опять же, друзья, так как у нас венчурный проект, а ответы в венчурном проекте на все дает только время, поэтому правильно это или неправильно, друзья, можно будет только оценить и сказать спустя какое-то время, получив какую-то информацию для анализа и какую-то информацию, которую можно применять для того, чтобы развиваться дальше. Поэтому здесь, друзья, могу сказать, что если на сегодня Юницкий видит и двигается только в этом направлении, значит он на это имеет полное право, как автор проекта, который его запустил и несет всю ответственность перед инвесторами за то, куда и как он их ведет соответственно, и за то, как строить бизнес, точно так же он ведет в строении. Поэтому здесь я анализировать и комментировать эти вещи, в общем-то, считаю, нет необходимости, тем более, что на Экофесте в своем выступлении он в обязательном порядке этих вопросов и коснется и объяснит. Так, телевидение приглашено на Экофест. Ну, Ирина, в этом плане я могу сказать, что самое серьезное телевидение, которое будет, это те инвесторы, которые приедут и те информационные ресурсы, которые будут распространяться. Потому что по нашим оценкам в прямом эфире Экофест будет смотреть более миллиона человек. Я не могу сказать, что мы можем конкурировать с чемпионатом мира по футболу, который смотрело более двух миллиардов человек одновременно. Но для проекта, который только входит, это все-таки очень значимая цифра. Вот, соответственно, будет трансляция, по-моему, перевод. Я не могу сейчас точно сказать, это технически будет решено уже только в момент запуска Экофеста. Но сейчас готовится трансляция более чем на 11 языках одновременно. Вот, поэтому, соответственно, телевидение в этом плане, думаю, друзья, что это прошлый век. Хотя, конечно, я не исключаю, что какие-то каналы выразят интерес и будут приедать, по всякому случаю, телевидение областное в Минской области. Я думаю, республиканское, белорусское обязательно будет, потому что участие более чем из 60 стран мира, причем абсолютно разных, от Австралии, Индии, Малайзии, Швейцарии, Канады, Израиля. Это только, друзья, кого я знаю, кто приедет. Катара, ну, не говоря уже про наши все страны близлежащие, ну, и дальше уже Словатия, едет целая делегация, Чехия, Прибалтика, вся из каждой республики едет там не менее чем по два автобуса полностью там. Ну, в общем, друзья, что я буду сейчас говорить и делать? Я даже знаю точно, что будет из очень многочисленной страны, в которой живет 37 тысяч человек с названием Эйкенштейн, будет как минимум три представителя. Поэтому это значимое событие и, естественно, что каким-то образом оно будет освещаться. Но самый главный ресурс, друзья, это то, что пойдет по нашей сети, информационной сети, где наши партнеры будут передавать свои ощущения, свою эмоцию и то, что будет по тому самому. Почему вы не полетели в Вьетнам, когда они сами предложили оплатить? Слава спрашивает. Слава, я не знаю, что за информация, когда они предложили оплатить. Мы работаем сейчас и довольно-таки давно уже с вьетнамской стороной. Более того, СВИК уже провел конференцию во Вьетнаме. У нас в Вьетнам одно время был даже один из крупнейших инвесторов, если брать по категории стран в фонде. Поэтому во Вьетнаме работа ведется, но для того, чтобы там делать серьезную работу, ее надо хорошо подготовить. Так, Заня, и мы решаем. Ну, Слава, я тут давайте это обсуждать. Я все-таки перемещаюсь ровно столько, сколько есть физически возможность. Вот, больше я, чем вот сейчас перемещаюсь, перемещаться не могу. Вот, а результативность, которая сегодня есть, я думаю, что она довольно-таки высокая. Вот, и по мере того, как запускаются проекты и как работают наши партнеры, я думаю, тоже, соответственно, во всяком случае, у меня удовлетворенность от той работы, которую я делаю. Делают наши партнеры, вместе с кем мы сегодня работаем над проектами. У нас удовлетворенность весьма высокая. Почему не отвечает отдел поддержки по вопросам трудоустройства? Куда можете? Так, ну, тут, друзья, давайте. По трудоустройству, во-первых, на таком вебинаре я ответить не могу. Это все-таки прерогатива конструкторского бюро и инженера Юницкого, который набирает людей. С точки зрения, скажем так, участника процесса, я могу сказать, что сегодня в конструкторском бюро и в головной компании работает более 750 человек. Более 400, там уже приближается 500 конструкторов и, соответственно, вся инфраструктура. Поэтому туда постоянно приходят новые люди, туда постоянно требуются новые специалисты. Поэтому я здесь больше прокомментировать и сказать не могу. У меня все-таки своя сфера ответственности, которая есть в проекте. И все-таки именно инженеры и именно специалисты, которые работают в конструкторском бюро в Минске, это все-таки прерогатива и отдела кадров, и работы инженерного бюро. Поэтому, не знаю, я максимум, что могу посодействовать, чтобы вы попали на собеседование и вам задали вопрос, нужны такого рода специалисты или не нужны. Так, давайте задавим вопрос ВКонтакте. Почему не отвечает? А, ну это вот, вы написали вопрос, тот же самый вопрос ВКонтакте, и сейчас вы его продублировали в этом самом комнате. Все, по-моему, я на него ответил. Так, у нас сображение тут так и не пошло, да? Так и не пошло. Ну, жалко, ладно, что мы сегодня без перископа. Ну, ничего страшного. Так, что у нас еще с вопросами по перископу? Давайте тоже. Ага. О, Могилев и Индия. Ну, Могилев и Индия я тут прокомментировать не могу, там все-таки Черных и Белтранснет занимаются, поэтому много мне задавали вопросов, что там происходит. Я увижу на Экофесте, спрошу, чтобы хотя бы знать, на что отвечать. Вы говорили, что Индия вносила предоплату. Да, там обсуждались вопросы по предпроекту, но дальше предпроекта вопрос, какая себестоимость одного километра с Skyway. Это вопрос, друзья, не для этого вебинара. Вот, Вячеслав, вам предложение, извиняюсь, на e-mail. Так, все, давайте, так сказать. Как получить билеты на проект, если нет регионального лидера? Ну, друзья, давайте все-таки вопросы с проездом и с юнибайком относиться к этому спокойнее. Что желающие, я, конечно, понимаю, будут все, но всех провести на юнибайке, юнибусе, юникаре будет невозможно, поэтому какая-то система отстроена, есть предварительное формирование списков. Но здесь, друзья, сразу прошу отнестись с пониманием, что все-таки мероприятие очень сложное, людей много, организация очень сложная с точки зрения именно организации процесса входа, выхода, посадки на именно проезде к юнибайке и юнибусе, поэтому если будут какие-то у кого-то сбои, кто-то хотел проехать или не смог, или там будет какая-то накладка со списками, с очередями, друзья, прошу отнестись к этому абсолютно спокойно, абсолютно с пониманием, и давайте на все, скажем так, те вещи, которые будут в ходе экофеста, все-таки относиться с пониманием как партнеры, друзья. Я говорю, мероприятие крайне сложное. Команда, которая готовит, ну, хоть это и третий экофест, опыт определенный есть, но это сложнейшее мероприятие, тем более с таким масштабом и тем более демонстрационным проездом не было ни разу. В прошлый раз помните, что еще за неделю до экофеста мы даже не знали, поедут или не поедут образцы, и когда они поехали, это был даже некий такой праздник, потому что до этого было запрещено эксплуатировать при таком стечении народа подвижной состав. Сегодня речь идет уже не о том, что... Так, вот тут у меня про Белтрансгаз, купил доли. Друзья, Белтрансгаз это система, Белтранснет это другая система, и я не могу ответить на эти вопросы, это вопросы не ко мне. Что человек купил и какие у него вопросы. Обращайтесь к организаторам, кто это, или Черных, который в Белтранснете, или Свит, который к этому имеет отношение. Я ничего не прокомментировать, не сказать, по поводу вопросов не могу. Просто у меня этой информации нет. Максимум могу пообещать, что когда на Экофесте я встречу, я спрошу, чтобы у меня была информация, что отвечать, когда задают такие вопросы. Так вот, друзья, давайте мы и так с вами увидим очень много интересного. Давайте подходить к этому как к празднику, давайте подходить именно к фестивалю, о том, что встречаются друзья, встречаются партнеры, встречаются те, кто своими руками. Здесь, друзья, каждый из вас, еще раз повторю, может четко сказать, что все, что здесь создано, создано и при моем участии. Знаете, у меня был такой первый вопрос, когда мы проводили в марте 2014 года первую конференцию в гостинице Московской Патриархии Православной, первую конференцию SkyWay на метро университетское. Мне одна женщина задала вопрос, что у меня пенсия очень маленькая, я могу платить тысячу рублей в месяц. И как вы можете сказать, что вот эта тысяча рублей в месяц может повлиять на такой масштабный, грандиозный проект, как SkyWay. Друзья, я вот честно вам могу сказать, что в марте 2014 года я не нашелся, что ответить, потому что действительно, ну что может одна женщина, и что может один человек. Сегодня ответ совсем другой. Друзья, сегодня, когда сотни тысяч людей по всему миру инвестируют, продвигают и, соответственно, являются соратниками в этом процессе, то только это сообщество может продвигать и делать. Никакой крупный стратегический инвестор, никакой один Баффет или Сорос, или пускай назовут сейчас любой миллиардер, триллиардер не сможет продвинуть такого рода проект. Это, друзья, народный проект, это крауд-проект, крауд-инвестирование, это крауд-финансы, это новое направление, которое создается сегодня с участием новых технологий информационных, и которые продвигают новые транспортные технологии. Сегодня развитие SkyWay дальнейшее, без токенизации, без блокчейна невозможно. И в том или ином виде этот процесс будет запущен, этот новый и продукт, и инструмент будет создан. Соответственно, мы увидим, как он будет работать, и я думаю, что в самое ближайшее время, во всяком случае, до кольца года, он точно заработает и точно сделает. И мы, друзья, с вами, как люди, которые находятся внутри этого сообщества, и которые подключились к нему на самой ранней стадии, каждый в зависимости от меры своего понимания, каждый из вас внес вклад в его развитие. И при развитии этого проекта, в той или иной мере, вы будете, друзья, иметь обязательно определенные преференции, определенные доходы от этого развития. Это абсолютно справедливо и будет только так. Никак по-другому быть не может. Поэтому, друзья, фестиваль – это встреча прежде всего друзей. Фестиваль – это прежде всего хорошее настроение, и прежде всего гордость для того, что мы с вами создали. Это прежде всего общение с автором этого проекта, который всех нас собрал, который показал направление, которое сделал, благодаря нам все это собрано, и сегодня он, как автор, может дальше продвигать и развивать этот проект. Это, друзья, прежде всего цель фестиваля. И сразу могу сказать, что будут какие-то шероховатости, будут какие-то, друзья, недосканавливали проблемы, которые будут технического рода. Просто таким родом мероприятия не могут быть без шероховатости. Давайте относиться к этому спокойно, с пониманием, с юмором, соответственно, с терпением, которое есть у каждого из вас. Потому что тот, кто вошел в проект 4 года назад, 3 года назад, 2 года назад, это люди, которые обладают определенным видением, это люди, которые обладают определенной интуицией, это люди, которые обладают определенной ответственностью, но и люди, которые обладают определенным терпением. Поэтому, друзья, давайте на нашей встрече сделаем из нее все-таки действительно праздник. Не будем, ну, точнее, так сказать, сами себе будем поднимать настроение. Я абсолютно уверен, что погода будет, как всегда, нам благоволеть, потому что не может быть в такой день, в такую встречу плохая погода. Погода должна быть всегда такая, которая сопутствует и содействует SkyWay. Поэтому, друзья, давайте на все следующие вопросы. Так, тут вопрос задавали лично по меня, касающиеся судами, связанные с банкротством. Друзья, отвечу на все эти вопросы. Эти приветы из прошлого у нас очень много идут. Но давайте, друзья, не сейчас после кофеста уделю определенное количество времени, расскажу, что и как происходит, и какие доброжелатели сегодня там, очень серьезно осложняют мне жизнь, исходя из того, что просто оставалось меньше времени и сил для работы в проекте. Всяко бывает, друзья. Вот, объясню вопросы, кого это интересует, чтобы потом из этого не раздували, а услышали из моих. Так, кто мы дали? Путин дал задание, поэтому с мостом на Сахалину. Ну, друзья, я не могу комментировать поручения Путина, тем более с мостом, тем более на Сахалину. Поэтому здесь вопрос, сможет ли эту задачу решить SkyWay. Конечно, может. Но, опять же, друзья, не сегодня. Для этого нужна серьезнейшая работа. Для этого нужны серьезнейшие инженерные и испытательные работы. Поэтому, если это будет кому-то когда-то необходимо, то это будет обязательно в нашем проекте единственный выход из ПТК. Ну, Валентин, да, это абсолютно так. И вообще, очень многие вопросы и решения, которые сегодня есть, без SkyWay, они невозможны. Лично мне, когда спрашивают про Дальний Восток, Сахалин, у меня ответ один. Друзья, я не представляю ни одного стратега сегодня, который собирается развивать Сибирь, Дальний Восток и Россию без SkyWay. Это такая же глупость, как развивать информационную отрасль Советского Союза в 90-м году, не понимая, что будет интернет, мобильный интернет, мобильная связь, а хотеть протянуть провода к каждому дому, поставить релейные станции. Так вот, друзья, это такая же глупость, потому что после развала Советского Союза в 91-м году сразу все перешло на новые технологии, которые к тому времени готовились. Сегодня никого не смущает, что нет проводного телефона дома, потому что все пользуются мобильной связью, мобильным интернетом. Пришли новые технологии, и они решили те задачи, которые ставили перед информатизацией в Советском Союзе. Вот точно так же, друзья, тот, кто сегодня хочет развивать транспортную отрасль и вообще Россию без SkyWay, это просто глупость. Вот это я могу сказать абсолютно точно. И люди, которые этим занимаются, это недалекие люди, которые находятся на не своем месте. Вот комментарий, который я могу. К этому дать. Погода, внимание, будет солнечная 27. Ну, кто бы сомневался, друзья. Там, где SkyWay, там всегда хорошая погода. Так, будет прямая трансляция Юнистского. Людмила Георгиевна Борисовна, обязательно будет. Будет трансляция из Перископа, из канала, и в Ютубе, и в ВКонтакте, и в Перископах на нескольких каналах. И будет на сайте идти прямая трансляция. Поэтому, друзья, все будет. Не пропустите ни одного момента. Все самые важные события будете видеть в прямом эфире. Ну, все, друзья. Давайте на этом мы сегодня будем с вами заканчивать. Я специально сегодня, друзья, не касался ни одной другой темы, кроме экофеста. Мы с вами встретимся, пообщаемся, придем потом в себя. На следующий день, друзья, у нас конференция будет SkyWay Capital. Вот, соответственно, будем ждать вас, наших партнеров, наших участников нашего проекта, где мы с вами уже начнем обсуждать определенные вещи уже прям там. Вот, я знаю, у свига будет точно так же и в воскресенье 5 и в понедельник 6 и обучение. То есть это, друзья, работа, которая идет своим чередом у каждого фонда и у каждой краудинвестинговой системы свой маркетинг, свои плюсы, свои, как это называется, фишки. Поэтому, друзья, мы к этому относимся абсолютно с уважением, с пониманием, где-то с ревностью, как конкуренция. Но это, друзья, хорошая конкуренция, которая ведет только на развитие проекта. Ну, а во всех дальше, друзья, серьезных вопросов, которые встанут, возникнут, которые дальше мы с вами на этом будем обсуждать уже на следующих вебинарах, которые будут уже в следующем отчетном году, перед следующим экофестом. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Давайте, друзья, уже до, надеюсь, с многими из вас до встречи на экофесте, ну, а до остальных, во всяком случае, встречи в прямом эфире при трансляции экофеста. Все, друзья, всего доброго, до новой встречи. Останавливаем сначала контакт. Сколько я так и не понял, была там камера или нет? Выключу. Так, все, останавливаем комнату. Всех до новых встреч. Всего доброго. Строй Skyway. Спасай планету. Строй Skyway. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.